здравствуйте дорогие дети начинаем наш урок чтения в четвертом классе а тема сегодняшнего урока будет аркадий петрович байда война и дети презентацию подготовила бюзалова леди зеодиновна преподаватель лице касски давайте с вами познакомимся поближе с автором сегодняшнего произведения аркадий петрович гайдар родился в городе львов курской губернии в семье учителей он обучался в военном училище когда в первую мировую войну его отца забрали на фронт мальчик сбежал из дома чтобы тоже отправиться воевать однако по дороге его задержали 14 лет аркадий вступил в коммунистическую партию начал работать в газете молод в конце года его зачислили в красную армию ребята это 15 лет был назначен помощником командира взвода досрочно окончил высшую стрелковую школу был назначен командиром отделения полка воевал на дону на кавказском фронте под сочи после демобилизации переезжает в фильм где впервые начал издаваться под псевдонимом гайдар тридцать девятом сороковых годах писатель закончил работу над наиболее известными своими произведениями для детей тимур его команда чук и гер которые изучаются сейчас начальных классов его рассказы школа четвертый блиндаж дальние страны военная тайна голубая чашка судьба барабанщика и сейчас читаются на одном дыхании в годы войны писатель работу корреспондентом комсовольской правды в тридцать девятом шестьдесят четвертых годах он посмертно был отмечен орденом отечественной войны первой степени ему установлен памятник надо сказать что в сорок первом году гайдар служил телеметчиком партизанском отряде а 26 октября сорок первого года аркадий петрович гайдар был убит немцами интересный факт что среди близких друзей гайдара был писатель константин пауссовский с творчеством которого мы также знакомились в этом году с вами а это книги гайдара тимур его команда бум бараш горячий камень сказка о мальчишек и большише чук и гек судьба барабанщика школа ребята как вы думаете что объединяет все эти книги я думаю что вы догадались конечно дети а что вы знаете каким было детство ваших родителей дедушек бабушек какие книги они читали какими фильмами вдохновлялись аркадий гайдар писал не просто тяжелом детстве детей во время войны но и о том как они старались помочь взрослым их нелегком труде здесь ссылка приводится посмотрите отрывок из фильма тимурова команда я уверена что вам понравится будет интересно и немножко о детях во время войны в баку в азербайджане изготовлялось более 130 видов вооружения боеприпасов военного снаряжения дети помогали на военных заводах 70 процентов от общего объема добываемой нефти в ссср в войну давал азербайджан дети помогали чем могли они воевали причем к плечу со взрослыми женщины подростки заменили мужчин сельском хозяйстве отправляли на фронт одежду и продукты хотя самим нечего было есть и одевать в баку и по всей республике действовало 76 военных госпиталей и здесь маленькие граждане своей страны старались внести посильную лепту они ухаживали за ранеными развлекали их как могли даже стирали грязную одежду и кровавые бенглент ребята прочитаем отрывок из произведения аркадий петровича гайдара война и дети фронтовая полоса пропуская скот машина останавливается на ступеньку вскакивает паренек лет 15 он чего-то просит что мальчишки надо дяденька дайте два патрона на что тебе патроны да так на память на память патронов не дают лезь в машину не врей говори прямо и вот начинается рассказ полный тайных недомолвок и бёрток хотя в общем нам уже все ясно я смотрю ему в глаза я кладу ему горячую в горячую руку обойму обойма от моей винтовки она записана на меня я беру на себя ответ за то что каждая выпущенная из этих пяти патронов поля полетит точно туда в ту сторону куда надо как тебе зовут яков послушай яков но зачем тебе патроны если у тебя нет винтовки что же ты из пустой крынки стрелять будешь ребята короткий отрывок но очень многозначный давайте подумаем и ответим для чего мальчишке понадобилось понадобились патроны о какой стороне говорит солдат и почему он так уверен в верности своего решения я уверен что вы подумаете и сможете ответить на эти вопросы а домашним заданием будет текст выразительно читать посмотреть по толковому словарю значение слов обойма и крынка и подготовить рассказ об одном поучительном случае из жизни родителей